На связи Украина 365 По данным журналистов, пожар и взрыв первого двигателя произошел в результате разрушения бракованной опоры турбины двигателя. На момент аварии наработка двигателя составляла около 50 часов после капитального ремонта. Напомним, что 22 февраля кремлевский диктатор совершил получасовой полет на модернизированном стратегическом бомбардировщике Ту-160. После полета Путин заявил журналистам, что это надежный и модернизированный самолет, который могут принять на вооружение российских ВВС. Эксперты Defense Express обратили внимание, что в результате удара по авиабазе Кущевская уничтожен не просто Су-27, а самолет группы русские Витязи. Как известно, еще в ночь на 19 мая украинские дроны успешно атаковали российский аэродром Кущевская Краснодарского края. Он находится в 250 километрах от линии фронта. Сегодня появились качественные спутниковые снимки, опубликованные Радио Свобода. На них зафиксированы поврежденные самолеты, которые были идентифицированы как фронтовой бомбардировщик Су-34 и истребители Су-27 и Су-30. При этом снимок был сделан 23 мая, то есть спустя 4 дня после удара еще часть поврежденных машин враг мог просто убрать. Но дополнительное внимание можно уделить самолету, который обозначен как Су-27, потому что он имеет стандартную окраску в цветах пилотажной группы русские Витязи. Эта группа действительно эксплуатирует Су-27, но в 2016 году русские Витязи получили 8 Су-30СМ. Но на них они полетали не так и долго, потому что с 2019 года они начали пересаживаться на Су-35, который на спутниковых снимках будет выглядеть так же, как и Су-27П. Поэтому вопросы идентификации оставляем за скобками до появления дополнительной информации. Но сам факт появления на боевой авиабазе одного самолета пилотажной группы крайне интересен. И может намекать на то, что с истребителями в РФ не все-таки идеально, как они пытаются показать. А еще один факт, что у РФ точно не все хорошо у так называемых ВКС, это то, что вообще этот удар оказался результативным и обошелся врагу как минимум в три самолета. При том, что он не был для него внезапным. Потому что еще 27 апреля эта самая авиабаза Кущевская попала под удар украинских дронов. Тогда как минимум удалось уничтожить состав УМПК. И несмотря на имеющийся опыт, уже 19 мая на этот аэродром прилетает новая партия украинских дронов и делает это более чем успешно. То есть, несмотря на угрозу, враг просто не смог его прикрыть средствами ПВО. А это уж очень интересно, особенно на фоне уничтожения российских А-400 в прифронтовой зоне. Отмечают в Дефенс Экспресс. Российское наступление в приграничных районах Харьковской области начавшееся 10 мая захлебнулось во вторую неделю после своего начала. Потери армии РФ растут с каждым днем. В ИСУ получили боеприпасы от западных партнеров и наносят россиянам болезненные удары и могут поймать врага на противоходе. Об этом пишет Z-Vine Corps Семен Пегов. В нокауте противник не оказался и начал огрызаться. Огрызается болезненно и местами мощно. Потери наши, соответственно, возросли, заявил он. По его словам, Украина насытила Харьковское направление не только АФПВ-дронами, но и приброшенными сюда резервами и артиллерией. В результате чего получила численный перевес по всем этим показателям. Этих сил может оказаться достаточно, чтобы поймать российскую армию на противоходе и завладеть инициативой. Аналогичным образом описывает ситуацию на Харьковском направлении еще один российский Z-Vine Corps Юрий Котинок. Он отмечает, что бессмысленно говорить о якобы низком качестве украинской обороны на этом участке фронта, поскольку армия РФ увязла и не может продвинуться дальше. Потому что возникает логичный вопрос, чем объяснимы упорные бои в Волчанске, Липцахе и других населенных пунктах на подступах к Харькову. Ведь если полноценной обороны нет, во что упираемся тогда? Пишет он. Котинок также добавляет, что россияне испытывают острый дефицит в живой силе. Россия задействовала подразделения Африканского корпуса вместе с регулярными российскими силами подразделениями Шторм-Зет во время наступления на Волчанск на севере Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании. Как отмечается в сводке, Африканский корпус Минобороны России, созданный в декабре прошлого года, состоит из более чем двух тысяч регулярных солдат и офицеров, а также опытных наемников, многие из которых ранее служили в ЧВК Вагнера. По данным британской разведки, отряды Африканского корпуса, скорее всего, ранее были развернуты в Сирии, Ливии, Буркино-Фасо и Нигере. Весьма вероятно, что Россия усиливает свою войну против Украины за счет ресурсов, ранее направлявшихся в Африку, отмечают в Минобороны Британии. Путин, царствующий уже четверть века, изнасиловавший и приписавший под себя Конституцию РФ, сфальсифицировавший выборы и убивший всех политических соперников, а также разыскиваемый МОС, объявил, что легитимность Зеленского якобы закончилась. Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства закончилась. Также Путин заявил, что если Киев хочет вернуться к переговорам, пусть возвращается, исходя из реалий на земле и итогов стамбульских переговоров и вообще. Исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции, и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле. Марионетка Путина Лукашенко полностью согласился со своим хозяином. Что касается истечения полномочий Владимира Александровича Зеленского, юридической чистоты здесь нет и быть не может. Российские оккупанты маскируют пункты управления БПЛА под гражданские автобусы и сами же хвастаются этим. У нас 35-я армия, красавцы вообще. Сделали автобусов, наделали, они катаются по всей линии фронта, сами летают, тут же останавливаются в полях. Генератор, зарядка батареи, все. Орбан внезапно разоблачил главный миф российской пропаганды. Премьер Венгрии Орбан заявил, что опасения, что Россия совершит нападение на любого члена НАТО, безосновательно, добавив, что продолжающийся уже третий год война в Украине продемонстрировала пределы возможностей России. Об этом сообщает Трейтер. «Российские военные ведут серьезную и тяжелую войну с украинцами. Если бы россияне были достаточно сильны, чтобы победить украинцев одним махом, они бы это уже сделали», – отметил Орбан. «Я не считаю логичным, что Россия, которая не может победить даже Украину, вдруг придет и поглотит весь западный мир», – заявил венгерский политик. Стоит отметить, что российские пропагандисты часто подчеркивают якобы мощи силы российской армии, утверждая, что она является одной из самых сильных в мире. В начале поломасштабного вторжения РФ в Украину в российских СМИ активно распространялся нарратив «Киев за три дня». Позже на Рост-ТВ предложили не ограничиваться Украиной и бахнуть по всему миру. Сегодня в сети показали моменты прилета ракет по вражеской системе ПВО, которая пыталась сбить «Атакамс». Целый ряд СМИ уже выложил в сеть ролик, на котором вражеская система А-400 пытается сбить ракеты, однако неудачно. Информацию, кстати, подтвердили и сами оккупанты, однако при этом написали, что якобы потери среди личного состава не было. Как утверждают многие СМИ, это результат удара по Моспина. Впрочем, офицер ВСУ с позванным «Алекс» выложил вот такой интересный пост. По А-400. Возможно, за последние дни в Донецкой области у Хэммарсят больше попаданий, чем мы видим. Все разгоняют видео об уничтожении комплекса А-400 в поселке и отмечают, что это произошло в Моспино Донецкой области. Однако получилось, что это нахрюк в хорошую сторону. Объясню почему. В видео от Хэммарсят было геоэллоцировано осень терами и находилась эта батарея А-400 вообще в районе села Кленовка Донецкой области. Они же, благодаря спутниковым снимкам, вычитали, что этой батареи здесь не было до 23 мая. Ведь поле не было выгоревшим, плюс не была расположена техника. То есть батарея в селе Кленовка не простояла даже суток и была уничтожена, скорее всего, вчера. Таким образом, это видео никак не относится к прилету в Моспино Донецкой области. То есть все видеодоказательства говорят о прилете у Кленовки. А до этого заявляли о прилете в районе Моспино, пишет офицер. Армия РФ начала эвакуацию своих военнослужащих из Джанкоя, а также активно восстанавливает аэродромы в глубине полуострова. Об этом сообщает партизанское движение АТЭШ со ссылкой на информацию, полученную от своих агентов в различных подразделениях в СРФ. Российские войска начали эвакуацию части своего личного состава из Джанкоя. Одновременно с этим активными темпами начато восстановление и, вероятно, модернизация аэродрома в глубине Крыма, таких как Кировская и Багерова, отмечает АТЭШ. В то же время партизаны уверены, что, несмотря на все усилия, оккупанты не смогут в скором времени построить для своих самолетов соответствующие закрытые укрытия. Причина в сложных технологических процессах, высокой стоимости строительства и значительного времени, которое требуется для возведения таких объектов. Действия оккупантов говорят о стремлении расстреточить свои войска и технику в Крыму в преддверии новых успешных атак сил обороны Украины, уверены партизаны. Первая группа украинских летчиков закончила обучение на F-16 в США. Об этом сообщила пресс-секретарь Воздушных сил Нацгвардии США Эрин Ганниган, передает политику. Она не уточнила, сколько именно летчиков закончили обучение по соображениям безопасности. Российская боевая авиация сбросила на Белгородскую область еще четыре фугасных авиационных бомбы ФАБ за два дня, рассказали телеграм-каналу Астра источники в экстренных службах региона. По их данным, 22 мая у жилого дома на улице Лесной в селе Ясной Зори Белгородского района нашли ФАБ-250. Жители улицы эвакуировали. На следующий день, 23 мая, ФАБ-250 упала на территорию охотничьего хозяйства в поселке Поляна в Шебекинском городском округе. В этот же день еще две ФАБ-500 были обнаружены у села Пристень в этом же округе. Всего, согласно подсчета Астра, за последние три месяца Россия уронила на свои регионы и оккупированные территории Украины 59 ФАБ. Москва нанесет ответные удары по британским целям за пределами Украины, если британское оружие будет использовано Украиной для ударов по территории России. Как сообщает Трейтер, об этом на брифинге заявила спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Так она повторила предупреждение, которое Москва впервые озвучила в начале мая после заявления министра иностранных дел Великобритании Давида Кэмерона. Тогда он заявил, что Украина имеет право использовать британское оружие для поражения целей внутри России. Выступая перед журналистами, Захарова сообщила, что в ответ на украинские удары британским оружием по территории РФ, россияне могут поразить британские цели на территории Украины и за ее пределами. Стоит заметить, что Кремль еще в 2022 году вписал в Российскую Конституцию Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины. Крым Россия объявила своими еще в 2014 году. За время полномасштабной войны в ВСУ неоднократно поражали объекты россиян на этих территориях, используя в том числе и британские ракеты «Штурмшедл». То есть своим заявлением Захарова невольно признала, что оккупированные украинские территории не являются частью России. Как известно, с момента первых поставок западного оружия в Украину украинцам было разрешено бить им по всей своей территории, но не по российской территории. Как пишет New York Times, только сейчас консенсус вокруг этой политики начал распадаться. Сейчас внутри администрации президента США продолжаются активные дебаты по ослаблению запрета, чтобы позволить украинцам наносить удары по ракетным и артиллерийским пусковым установкам, расположенным прямо за границей в России. Накануне в палате представителей Конгресса США состоялись слушания по поводу существующего запрета для сил обороны Украины со стороны Белого дома бить американским оружием по российским войскам на территории России. Глава комитета по иностранным делам палаты представителей республиканец Майкл Макул, обращаясь к приглашенному госсекретарю США Антони Блинкину, пояснил, что россияне выставляют свою артиллерию сразу за границей и наносят удары по позициям ВСУ. Однако ваша администрация и Джейк Салливан ограничили использование оружия, чтобы Украина не могла защитить себя и дать отпор России. «Именно поэтому я бы дал согласие на использование дальнобойных систем и систем ближнего рассадействия, а также Хаймарс, в то время как ваша администрация связывает им, украинцам, руки за спиной. Измените ли вы эту политику, чтобы Украина могла воевать не со связанными за спиной руками?» – спросил Макул Блинкина. Блинкин уклонился от прямого ответа на вопрос Макула, заявив, что США за два года сплотили 50 стран для предоставления военной помощи Украине. «Когда речь идет о поощрении, одобрении нападений за пределами Украины, мы этого не делали, но Украина должна будет принимать и будет принимать свои собственные решения», – сказал Блинкин. Макул в ответ на это отметил, что Конгресс не налаживал ограничений на использование американского оружия по территории России. «Я говорил с ними, украинцами, они не могут добиться победы с этими ограничениями, которые вы, а не Конгресс, наложили на них. И я надеюсь, что вы донесете это до советника по вопросам национальной безопасности и измените это политическое решение, которое очень опасно и вредно для Украины, для украинского народа», – заявил Макул. Примечательно и то, что накануне идею разрешить Украине бить по территории России американским оружием поддержал и спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. «Я думаю, нужно разрешить Украине вести войну так, как они считают нужным. Они должны иметь возможность дать отпор. Я думаю, что мы пытаемся влиять на их усилия на микроуровни, и это неправильная политика», – заявил Джонсон. Друзья, на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Не забудьте поставить лайк этому ролику, нажать на колокольчик и поделиться этим видео с друзьями, чтобы его увидело как можно больше людей. Слава Украине, слава ВСУ, слава всем, кто помогает нашей стране. Вместе мы сила! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!